Шалом! В 15 главе Евангелия от Луки мы находим знаменитую притчу об отце и двух сыновьях. Обычно ее называют притчей о блудном сыне, и вполне понятно почему. Почему? Образ отца, который бежит навстречу возвращающемуся младшему сыну, подойдет ему на шею, целует его и не дает даже договорить всей заготовленной заранее покаянной речи, а велит немедленно обуть и одеть его, и по высшему разряду принять и устроить пир на весь мир. Этот образ, конечно, производит самое сильное впечатление на нас. Этот образ великолепно представляет нам Бога и то, как Он принимает нас. С какой огромной радостью, а самое главное, насколько просто, то есть такими, как мы есть. Грязными и сголодавшимися банкротами, от которых при всем нашем еврействе пахнет свиньями. Однако в притче есть еще одна важная фигура. Это старший сын. И, как мы сказали в прошлой программе, которая так называлась «старший сын», этот молодой человек – это пример того, какими нам не нужно быть. Одна вещь, которой нам нужно остерегаться – это скрытый внутренний бунт против Бога при внешнем абсолютно благопристойном религиозном поведении. Сегодня мы коснемся еще одной ловушки, действие которой мы тоже видим на примере старшего сына. Она очень распространена и является, по-моему, одним из самых основных препятствий для действия благодати Бога в нашей жизни. Это мышление наемника. Чтобы было понятно, о чем речь, послушайте, как старший сын объясняет своему отцу отказ участвовать в пире, который отец устраивает по поводу возвращения младшего сына. Лука, 15 глава, 29 стих. «Вот, – говорит старший сын отцу, – я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Сын фактически обвиняет отца в несправедливости. По его логике, этот пир, для устроения которого отец выделил из семейного бюджета откормленного теленка, это вопиющая несправедливость по отношению к нему. Ведь если ему, такому исполнительному работнику, много лет безупречно, исполнявшему все приказы отца, не дали даже козленка, то о чем вообще может идти речь в связи с возвращением того, кто не только не трудился в отцовском хозяйстве, но промотал треть семейного капитала? Его младший брат заслужил не теленка, а хорошую порку. Однако получает он, посмотрите, что он получает. Он получает не порку, он получает теленка. Где тут справедливость? Он получает и теленка, и перстень на руку. То есть восстановление во всех своих правах сына, и лучшую одежду, и обувь на ноги. То есть полный комплект всех сыновных привилегий. И это, на взгляд старшего сына, полное попрание всех понятий о справедливости вообще и о справедливом вознаграждении за усердный труд в частности. Явиться на этот пирс с его точки зрения означает, что он сделает вид, будто да, так и нужно обращаться с преданным работником, каковым он считает себя, и так и нужно вознаграждать такое свинское, в прямом отношении, в прямом смысле этого слова, поведение, которое он наблюдал в жизни своего младшего брата. Вопрос. В чём же тут проблема? Разве старший сын действительно не преданный работник? Может быть, он преувеличил, говоря отцу, что за столько лет он ни разу не приступил его приказания? Нет, вполне возможно, что это действительно так. И проблема не в этом. Проблема гораздо глубже. Проблема в том, что он ощущает себя не сыном, а наёмным работником. В его рассуждениях есть железная связь между теми удовольствиями, которые отец позволяет ему иметь, с одной стороны, и его трудом, с другой. Козлёнок, чтобы повеселиться с друзьями, это, в его понимании, это вознаграждение за труд. То есть, зарплата своего рода. И поэтому телёнок, которого отец выделил из семейного поместья, из семейного бюджета, так сказать, на его непутёвого братца, он и выгодит такой несправедливостью. Ведь между платой за труд и удовольствиями, простите, между платой за труд и качеством труда должна быть прямая зависимость. Хорошо работаешь – больше получаешь. Плохо работаешь – меньше получаешь. Не работаешь вообще – ничего не получаешь. Ну и, наконец, причиняешь ущерб делу. Соответственно, получаешь наказание в виде штрафа или какого-то другого. Срок за решёткой. И старшему сыну совершенно не приходит в голову, что музыка, танцы и шашлык из свежей телятины – это вовсе не награда. Которую сумасбродный старик, как ему, по-видимому, кажется, вздумал выдать непутёвому его младшему братцу. Он не понимает, что это просто самое обычное и нормальное и здоровое проявление отцовства. Что отец, нашедший пропавшего сына, не может не радоваться его возвращению. И не устроить по этому поводу грандиозный пир. Потому что самое ценное, что есть у родителей – это их дети. Почему он не понимает этого? Потому что он не понимает своего собственного положения. Как сына в отцовском доме. Он видит свои отношения с отцом прежде всего как работу на него. А не как кровную родственную связь с ним. Отец для него, обратите внимание, он не отец. Он начальник прежде всего. Он работодатель. И поэтому то, что отец дал или не дал ему, он увязывает с количеством и качеством своего труда. То есть, будучи сыном и, соответственно, наследником, причём в данной ситуации наследником всего отцовского имения, он рассуждает, как это не трагично. Рассуждает он не как сын, а как исключительно наёмный работник. Мысль о том, что всё в жизни нужно заработать своим собственным трудом, она, с одной стороны, совершенно правильна. Нас этому учит опыт, да и Писание, в принципе, говорит нам то же самое, что Бог благословит тебя, что написано, во всяком деле рук твоих, а не в ожидании подарков от Санта Клауса. «Кто не хочет трудиться, тот пусть и не ест». И сказал это, простите, не Карл Маркс, а апостол Павел. С одной стороны. С другой стороны, если мы с вами перенесём эти экономические принципы на духовную жизнь, то, на мой взгляд, мы совершим огромную ошибку. В жизни с Богом самый первый и основной принцип, который мы должны усвоить, чтобы эта жизнь заладилась, так сказать, это принцип действия благодати, который прямо противоположен принципу платы за труд. Почему? По одной простой причине. Человек не может заработать себе очки у Бога, тем самым сделав Бога своим должником и обязав Бога выплатить мне по моим очкам ту или иную компенсацию. До тех пор, пока мы считаем, что Бог нам чем-то обязан, у нас с Ним нет никаких реальных отношений. Мы живём в иллюзии. Это мы нарушаем Его заповеди и тем самым оказываемся Его должниками. И когда мы что-то даём Богу, даже не всё, что мы можем сказать, всё, что мы даём Богу, это лишь часть того, что раньше Он дал нам. То есть мы не можем сделать для Бога нечто действительно ценное исключительно своими собственными силами, чтобы Он, увидев наши старания, так впечатлился, так впечатлился, что просто почувствовал себя в долгу у нас, обязанным каким-то образом расчицаться с нами и нас отблагодарить. И поэтому всё, что Бог нам даёт, это не плата за наши труды, а незаслуженный дар, прощение грехов, святой дух, здоровье, семья, дети. Всё это Он даёт нам исключительно по своей благодати, то есть по своему расположению к нам, которое мы не заслужили и которое заслужить в принципе невозможно. У многих людей есть картина, что Бог – это автомат. Ты тогда бросаешь монетку, туда вываливается банка колы. Так вот, Бог – не автомат. Конечно, монетку бросить можно, но никаких гарантий на счёт банки колы никто не даёт. В Писании мы можем видеть многочисленные примеры того, как Бог реагирует на попытки превратить его в такой автомат. Или намекнуть ему тонко, что вообще-то мы представляем собой нечто весьма особенное. Так что ему бы лучше поторопиться и обслужить нас по первому разряду, пока мы не обиделись и не хлопнули дверью и не вышли из его ресторана. В 4-й главе книги царств, простите, в 4-й книге царств, в 5-й главе, мы читаем о сирийском военачальнике Неймане, который, как написано, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь побед, сирианом человек был отличный воин, но прокаженный. Одна маленькая проблема. Сириане однажды пришли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймана. И сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И пошел Нейман и передал это господину своему, то есть царю, говоря, так и так говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману, пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому, дипломатические контакты свои задействую, чтобы у тебя все получилось. Он, то есть Нейман, пошел, взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч шекелей золота и 10 перемен одежды. Принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом Сим, вот я посылаю тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал свои одежды, говорит, разве я бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его. Вот теперь, знаете, смотрите, что он ищет предлога враждовать со мной, против меня. Когда услышал Елисей, человек божий, что царь израильский разодрал свои одежды, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои, пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей остановился у входа в дом Елисеев и выслал Елисей к нему слугу. Сказать, пойди, омойся семь раз в Иордане и обновится тело твое у тебя и будешь чист. И разгневался Нейман и пошел и сказал, вот, я думаю, что он выйдет, что он станет, что он призовет имя Господа, Бога своего и возложит руку на то место и снимет проказу. Разве ванны и фарфар, реки Дамаски не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился он и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему и сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты. А тем более, когда он тебе сказал только, омойся и будешь чист. И пошел он и окунулся в Иордание семь раз по слову Человека Божия и обновилось тело его как тело малого ребенка и очистился. Вот такая история. Что мы с вами тут видим? К пророку приходит не кто-то, приходит великий человек, уважаемый. Он прибыл к дому пророка на конях своих написано и на колеснице своей со всей свитой, то есть и со всем кортежем, как ему и полагаются по его статусу генеральскому. И он ожидает, что пророк окажет ему прием, который полагается великому человеку. То есть он выйдет из дома, поприветствует его, поговорит с ним. Восток, дело тонкое. Вознесет молитву, как полагается и возложит свою пророческую руку аккуратно на больное место на уважаемом теле уважаемого человека. Однако, этот пророк ничего подобного не делает. Он не только не помолился и не поговорил, он даже не вышел к великому человеку. Вместо пророка из дома вышел слуга, какой-то слуга, который передал инструкцию, да какую еще инструкцию, пойди к реке Иордан и окунись в нее семь раз. Слыхан ли дело? Не оказать никакого почтения великому и уважаемому человеку, да еще послать заниматься какими-то глупостями. Какое унижение, что в Сирии негде искупаться. За этим, что ли, великий человек сюда пришел, ну уж нет. Прежде чем Нейман исцелился, мы с вами понимаем, что ему предстояло сделать, ему предстояло смириться. То есть, отложить в сторону свою гордыню, снять с себя свой генеральский мундир со всеми нашивками и медалями. Перестать требовать к себе те самые уважения, почет и внимание, которых, по его мнению, он был достойен, достойен, как человек с высоким статусом. Лишь после этого он мог сделать ту простую вещь, которую сказал ему сделать пророк. И чудо исцеления, опять-таки, обратите внимание, чудо исцеления не было наградой за его смирение. Смирение было нужно просто для того, чтобы не упирать вот так вот руки в боке, в гордой позе, а чтобы раскрыть ладонь, протянуть пустую руку и принять Божий дар. Еще один пример из книг Деяния апостолов, главы 8. Там Петр и Иоанн, интересно, в той же Самарии, возлагают руки на тамошних учеников для принятия Святого Духа. И недавно уверовавший колдун, глядя на происходящее, принес им, то есть апостолам, деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое, да будет погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу, тебя исполнено горькой желчи и в узах неправды. дары Бога даются нам по благодати. Они не зарабатываются, они не заслуживаются и не покупаются, потому что они не продаются. Мы продолжим разговор о благодати на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Спасибо.